шалам дорогие друзья мы находимся в праздниках суккотних и я хочу сделать небольшое видео на тему которая может показаться некоторым совершенно не суккотник ну во первых я хочу поздравить всех с праздником кущей в шалаш некая такая идиллия переживания особенность иногда дочь капает на голову но суть кущей чтобы мы могли первую очередь понять что мы подобно этим кущим и мы не можем сказать что мы за каменной стену в нашем здоровье в нашем достатке или в наших убеждениях мы все равно перед господом богом ходим и небеса которые пробиваются сквозь листву это напоминание нам о том что над нами творец ему одному служи ему бойся перед ним ходи свято и он благословит тебя потому что он уже определил для тебя добро через ешуа я даже это тебе говорю отлично пусть тебе будут эти слова господь для тебя определил добро а вопрос который я сегодня хочу поднять и разобрать крещение ух какое слово для еврейского уха нужно ли креститься если я еврей если крестили в детстве в каком возрасте как и вообще зачем ну давайте поговорим о крещении которым в израиле некоторые анти мессианские организации говорят не подходите близко к мессианским евреям они вас крестят и вы станете христианами на самом деле миквари твила твила погружение в воду это чисто еврейско библейский обряд или точнее чисто библейско еврейский обряд напомню вам о элементах когда происходило погружение на на самое первое и массовое погружение это было когда небесный отец раздраженный грехом людей как написано в бытие в шестой главе и всякая плоть совратила извратила путь свой раскрылась и наполнила земля хамасом то есть состоянием непокаяния когда человек становится абсолютно глухим глазу божьего духа и привел воды потопа потоп это была первая вела или крещение баптизу с греческого языка когда вся земля покрылась водами потопа и очистилась от скверны поэтому концептно концептно погружение в воду это всегда очищение вы знаете здесь стоит обратить внимание о том ковчеге в котором свое время спасся ной написано на иврите но и на русском языке тоже но на иврите использовано интересное слово что покрыт был ковчег внутри и снаружи смолой а на иврите написано копоры но это тоже смола но это однокоренное слово с словом копора жертва и здесь как бы дается очень четкий намек что наша внутренность внутри наш мозг и наши внешние дела должны быть покрыты жертвы кровью жертвы смолок опору не важно чтобы мы могли устоять в любых потопах или точнее когда мы погружаемся в воду можно и так интерпретировать нам господь бог сверхъестественным образом дает и внутренние и внешние очищение эта традиция перешла дальше и когда мы читаем все обряды храмового служения храмового служения то есть и не которая была в пустыне построена по чертежами от машей его откровению с небес бицалель помните эту историю а также когда потом соломон построил храм то священники перед тем как выходили служить всегда проходили твила очищение всякий израильтянин женщины чаще мужчины реже проходили твила или потом это стало называться миквы погружение когда-то очищался чтобы осветиться перед господом богом я повторюсь и внутренне и внешне происходит какая-то непонятная работу здесь можно сказать мистика какая-то происходит но суть ее всегда на лица когда пришел иоанн погружающий йоханан амадбиль тот который оса твила мадбиль от слова твила ладбиль погрузить и он начал это был обряд особенно его практиковали в то время кумраниты или ессеи люди которые хотели ходить в чистоте перед господом богом они должны были пройти воды покаяние я отрекаюсь от старого я начинаю нового вы знаете в иудаизме даже современном иудаизме когда кто-то совершает обращение в еврейство то он проходит через воды погружения в конце перед тем никву и что интересно в этот момент все задние как бы стирается но как бы человеком все и задние свое там утопил короче говоря это же тема она стала актуальной в новом завете мы читаем евангелие что еще говорит несколько раз такие слова видите научите все народы вере пониманию погружая их здесь я немножко сделаю интерпретацию смысловую как там матфея написано на болезнь погружая их в желание ходить под властью бога отца чтобы они были погружены в суть божьего сына который умер и воскрес в другом месте в деяниях мечтаем что погружение в ешуа это когда мы соединяемся с ним некая опять мистическое соединение в его сначала смерть а потом и в жизнь и погружаемся в действие святого духа это концептом оше другом месте написано в марка кто будет веровать и крестители погружаться спасен будет ну как бы здесь некоторые ставят очень религиозный момент вода если я не успел погрузиться так что я уже не спасусь здесь я не знаю думаю милосердия бога намного шире нашего понимания но фактом оставляется то что человек который желает следовать за ешуа совершает во имя ешуа погружение в воду соединяясь с ним в воде в смерти как умирая для себя для самого его прошлого стоявая из воды соединяясь в воскресенье что-то случается с таким человеком эти изменения не происходит моментально они происходят берет время но человек и внешние также начиная видеть этого человека изменяющимся ну так по крайней мере по классике должно работать бывают некоторые афроот помехи здесь стоит вам поговорить с наставниками и может подскажет вам как изменяться но это крайне еврейский обряд и когда человек погружается в воду ничего не сказывается о его национальности он может быть или французом или китайцами и малайцами или неважно кем евреем и так далее и он после этого остается тем же самым китайцам малайцами но новое творение образуется но его внутренность соединяется с господом богом особенным путем в этом суть и сила погружения в воду и почитайте почитайте как петр погружение мы даем богу обет совести это как будто муж стоит нижней перед невестой и она стоит перед женихом и друг другу дают обещание это все не только трогательно но очень пропитана духовной атмосферой и тем кто сомневается надо ли вам погрузиться в воду чтобы свою жизнь утвердить на скале нашего спасения на и еще делайте это и делайте это с четким пониманием что никоим образом не влияние на ваша национальная принадлежность ни коем образе не влияние на вашу на вашу со сексуальную ориентацию мужчина вы или женщина ни в коем случае это не влияние на ваше образование это только влияние на вашу внутренность которая очищается и вы становитесь слугами господа бога желаю вам благословения желаю вам божьей милости и защиты и пусть небесный отец хранит вас на всех ваших путях шалом вам мазарай